Сегодня 10 сентября 2019 года, компания «Стойчивое здоровье» снова в гостях у Виктора Михайловича Инюшина. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Михайлович, для начала я хотел дать вам прослушать, наш партнер с Украины передает вам привет. Послушайте, пожалуйста. Что там, Виктор Михайлович, передай ему от Украины большой привет от партнера. Все очень довольны, все желают ему здоровья, долгих лет жизни. Конечно, чтобы все было замечательно. Все ждут от него всяких следующих новиночек. Спасибо. Пожалуйста. Следующий момент, о котором я хотел поговорить, Виктор Михайлович. У нас есть одна клиентка, у нее заболевание у сына. Вот, и она просит какие-то дополнительные рекомендации применения ваших продуктов в отношении их, так сказать, недуга. Я вам зачитаю просто письмо, которое она написала. Да, снова вы скажете, давайте послушаем. У ребенка мальчик 9 лет, аутоиммунная и диапатическая тромбоцит, пеническая пурпура. Причина. Прививка АДС в ноябре 2018 года. Как выяснилось и ранее еще в феврале 2018 года, прививка корь-краснуха-паратит. Сбила нам тромбоциты аж на 100 тысяч единиц. Но никто из врачей нам об этом не сообщил. Уже на тот момент уровень тромбоцитов у ребенка был по нижнему пределу 167-161 тысяч единиц. Лечимся с декабря 2018 года. Сейчас нам никакого лечения врачи не назначают. Тромбоциты держатся на уровне 80-90 тысяч. Трижды лежали зимой в больнице в острый период. Лечили нас только гормонами. Сейчас принимаем БАД для кровотворения от разработчиков Сибири. Подключили в июне гидроплазму. Вот сейчас добавили еще бальзам. У меня все же вопрос относительно того, сколько капель гидроплазмы капает на 1 литр воды. Мы сейчас капаем 1 каплю на 1 литр воды. Такая же дозировка значится и в аннотации, которая была в коробочке с гидроплазмой, которую мы от вас получили. И ребенку пить биогенной воды, согласно аннотации, надо всего 25-100 мл в день. И сколько раз нужно наносить бальзам? Я сейчас мажу сыну ушные раковины, ставлю точку на лбу, натираю точки на кистях и стопах. В основном точки воздействия на печень и селезенку. Также наношу бальзам на участки кожи, где периодически появляется эпитихия, высыпание при нашей болячке. На синяки, на ногах. Возможно, Виктор Михайлович сможет дать свои комментарии по тому, как нам одолеть нашу болезнь с помощью гидроплазмы и бальзама. Дай Бог здоровья Виктору Михайловичу за его разработки, за его желание и миссию помочь людям оздоровиться. И вам тоже, мое человеческое спасибо за помощь. Всех вам благ. Вот, Виктор Михайлович. Ну, конечно, это очень сложная патология, то есть нарушения, связанные, с одной стороны, с иммунными, деструктивными явлениями, так как иммунитет это очень специфический такой процесс, связанный с конкурентостью, взаимодействием многих компонентов, поэтому нарушения очень бывают стойкие, поэтому врачи тут могли, так сказать, показать свое бессилие, потому что у них нет способов, которые бы могли это нормализовать. И, во-вторых, речь идет о пигментном всяком этом синтезе, который очень сильно зависит от гомональных, так сказать, статусах, который, вероятно, нарушен был у нашего пациента. Почему? Потому что использовались те внешние гормоны, которые вводились непосредственно в кровь всегда. Ну, это такое мое мнение. Может быть, это не совсем так, но как пользоваться гидроплазмой правильно в этом случае? Первое, что надо, это температура. Я не знаю, какая температура использовалась при, так сказать, приеме внутрь. Она должна быть 45-50 градусов. Если это условие не соблюдается, это очень плохо, потому что нет той метаболитической нормализации, от которой мы ждем. Именно от тех клеток, которые участвуют в синтезе, то есть в образовании тамбоцитных элементов. То есть речь идет о тех элементах, тамбоцитных дисках, которые циркулируют в нашей крови. И они должны в определенном количестве циркулировать и иметь более того структурную, так сказать, взаимодействие между собой. Вот поэтому температура занимает колоссальную роль. Это многие недоучитывают. То есть если речь идет о приеме, то, значит, должна быть температура. Причем вот в пятилитровой, допустим, емкости мы бросаем туда от одной до пяти капель. Вот в случае тамбоцитных этих патологий лучше верба. Через месяц уже доводить до пяти капель. И потом опять снижать до одной капли в течение сорока дней, а потом опять повышать. Вот плюс фон должен быть, то есть это речь идет о фоне. Не просто вода водопроводная какая-нибудь, минеральная и так далее. А нужно использовать воду разных модификаций. Допустим, у нас здесь в Казахстане, на юге Казахстана, в Алма-Ате, несколько видов воды, начиная от Айсу воды и кончая водой классической и так далее. То есть у нас целый завод, который может выпускать различные виды воды. И классическую, и фитнес, и, так сказать, едафильную и прочую. Поэтому тут вопрос тоже второй возникает. То есть какой микроэлементный состав вообще там используется на той фоновой воде, которая дается нашему пациенту? Ну, еще, я считаю, еще очень молодому, очень еще хрупко. Девять лет мальчику. Ну, вот я и говорю, что очень хрупко. Поэтому одно дело мазать системы сужжок, допустим, на подошвах, на руках и так далее. Уши можно потирать, это все полезно. Но должен быть температурный режим вот этот. Надо записать 45-52 градуса. Это, так сказать, дает совсем другой эффект. И этот режим должен соблюдаться. Вы имеете в виду масс подогревать тоже до температуры, да? И масс можно подогревать до 35 до 45. Идти, а жидкость подогревать уже, вот саму гидроплату. Вот приготовленное. Такие пределы. Это самое главное в этой рекомендации. И после этого намазать, главное это принимать внутрь. Это объемы примерно правильнее. Вот, но постепенно идти таким путем. От малого к пяти каплям и от... От большего к меньшему. От большего опять к меньшему, а опять потом переходить к большему. И постоянно так чередовать, да? Да, так чередовать волны. Это очень помогает пациенту. Второе, надо всегда помнить о костном мозге, это грудина. Куда, так сказать, проводить, так сказать, компрессы специальные. На опять-таки воде, где от 45 до 50 градусов. То есть компрессы должны быть из гидроплазмы. И они ставятся минут на 10-15. Вот грудина, это раз. Потом обедренные кости, это два. Потому что они на селезенку-то нажимают, а на эти области не нажимают, как говорится. И, конечно, область позвоночника. От шейной до копчиковой. Ну, там по 3-5 минут на каждый сегмент. Вот примерно схема. И через, там, 50-70 дней будет ясно, как менять дальше всю тактику. Вот, я надеюсь, что при некотором обострении, в некоторые периоды, потом пойдет нормализация. Но надо соблюдать эти режимы температурные. Вот это я... Важный момент. И плюс локализация, значит, соответственно. Локализация, еще раз говорю, позвоночник. Локализация, это... Грудная, так сказать, хвост, основная. Вот, там штанг-авитваны эти органы находятся, тоже сильнейшие. Ну, и можно селезенку, область селезенки, печень там тоже. Немножко, как она и делает, но только при температурном режиме. Все. Понял. Виктор Михайлович, такое маленькое уточнение еще. Перерывы какие-то нужно делать в процессе употребления? Ну, это перерывы мы делаем, рекомендую, течеть недели, пяти дней, не больше. Через сколько дней после начала приема? Ну, обычно, 40 дней отца, 35 дней. С перерывами это нужно все делать. Потом перерывы, потом и снова. Все хорошо. Я думаю, все понятно, будет ясно. Ну, анализы покажут. Анализы, да, так. Селезоупотреблять анализы, ну, не надо, но каждые 40 дней можно делать. На тампоциты, там в каком они состоянии, в каком количестве, тогда. Следить за результатом. Да, да. Понял. Спасибо вам большое, Виктор Михайлович, за такие рекомендации подробные. Следующий момент, Виктор Михайлович, у нашего клиента случилась такая, сказать, неприятность небольшая. Служба доставки в процессе доставки повредила пирамиду для дома. Большую пирамиду, как он называет. У нее верхняя часть, кусок отвалился. Клиент спрашивает, пригодна ли эта пирамида для применения, потеряла ли она функциональность, как ее можно восстановить, приклеить, если эту верхушку, чем можно приклеить? Ну, ну, это особо, такое, беды не составляет, это эмиссионная, как называется, часть пирамиды, где происходит эмиссия избытков заряда плазмы, плазменных частиц и так далее. Да, это немножко нарушает весь процесс эмиссии, но не нарушает, так сказать, ту антиэндропильную функцию, которую она выполняет, то есть она начинает упорядочивать среду, то есть она приближается к антиэндропильному уже, так сказать, стандартам, эта пирамида. Как ее устранить? Это очень просто, есть ион-обменные смогы, которые сейчас продаются очень много, которые можно использовать, то есть получить фрагменты, допустим, из того же цемента, имеется в виду раствор от цемента с песком, можно кварцевый песок использовать, можно угольный порошок плюс кварцевый песок использовать, причем порошка небольшие количества, не более 1-2 процента и так далее. Сделать пластины из бетона и потом залить их ион-обменной смолой, клейной, ион-обменной смолой. И на него можно приклеить с помощью него, да? Он бегас и клеит, и потом ничем не отдаешь. Все понятно. А этот вариант вполне возможно, и ничего страшного нет. Трагедии, так сказать, не случилось? Нет, никакой. Он даже и в таком виде может работать. Можно и сделать пластику, и просто, так сказать, пластину и обмотать даже обычным скотчем прозрачным. А, даже скотчем можно приклеить? Да. И такой вариант возможен. Самый простой в домашних условиях. Да, но он более такой не совсем эстетичный. Эстетичный, ну да. А вот ион-обменные эти клея, ион-обменные смолы. Гушлих использует по-вознему себе. Прекрасно работает. Очень крепко потом держит. Можно сказать, будет полная реставрация пирамиды получится. Все тут вернется в исходное состояние. Все понятно. Большое вам спасибо, Виктор Михайлович. Виктор Михайлович. Виктор Михайлович. Виктор Михайлович. Виктор Михайлович.